Привет, умники! Сегодня вместе с вами раскроем секрет грибов-убийц, узнаем, как избавиться от камней в почках и заглянем внутрь себя, где небольшая гидроэлектростанция заставляет нас дышать, утром на работу вставать и в перерыве новости науки смотреть. Подробности далее. Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, какой механизм распространения в теле хозяина используют грибы микроспоридии. В эксперименте использовались круглые червяскориды, структура кишечника которых имеет сходство с человеческой. Ученые смогли увидеть превращение большей части кишечника зараженного организма в одну огромную ячейку, которая была заполнена грибами микроспоридии. Паразиты использовали клетки для создания некой сплошной структуры. Нечто подобное, по мнению ученых, можно видеть и в человеческом организме в случае заражения. Полученные выводы помогут в разработке лекарственных препаратов, которые будут проникать внутрь клеток кишечника и уничтожать микроспоридии. Сейчас эффективных лекарств, которые бы могли бороться с этим паразитом, не существует. В Казанском федеральном университете впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика лечения мочекаменной болезни. Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летние пациентки, поступившие в отделение урологии с диагнозом мочекаменная болезнь, камень верхней третьей мочеточника, острый калькулезный пилонефрит. Хирурги университетской клиники выполнили лапароскопическую уретеролитотомию верхней третьей правого мочеточника. Высокотехнологичная методика позволила удалить камень, выполнив минимальный разрез. Этот метод показан при наличии плотных, больших и вколоченных камней. Ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках. Теперь урологическое лечение с помощью инновационной методики стало доступной жителям по Волжье. Российские ученые разрешили загадку в строении человеческого сердца, выяснив, как именно происходит передача электрического сигнала, вызывающего сердечные сокращения. О том, что электрический импульс, вызывающий сокращение сердца, возникает в синусном узле и вызывается клетками и письмейкерами, было известно давно. Но ученым и медикам оставалось непонятно, как это происходит, ведь клетки, генерирующие импульс, окружены группой фиброзной тканью, которая не проводит электричество. Исследователи обнаружили в этой ткани клетки телоциты и доказали, что именно они обеспечивают передачу электрического импульса к рабочему миокарду, а также координируют взаимодействие всех тканевых структур сердца. Это были самые заряженные новости науки на сегодня. Пока-пока!